Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Фиба Групп». И с нами сегодня аналитик компании Фиба Групп Богдан Заруцкий. Богдан, добрый день! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ну что, нонфарма через полтора часа. Что посоветуете делать перед этим, во время этого, после этого? Как вообще ожидаете ход развития событий? Действительно, скоро будут нонфармы, но я рекомендую сделать выжидательную позицию, или сейчас пока что придерживаться осторожной торговли, особенно для тех, кто торгует в рамках торговой сессии. Почему так? Поскольку сейчас мы видим, что график цены локально перекуплен на протяжении дня, то есть мы видим, что график цены евро-доллара приблизился к важному уровню сопротивления, важный уровень, это все это довольно-таки важный уровень, и видно, что график цены его пока что не преодолевают. Видно даже и то, что график цены даже немного откатился, и это говорит о том, что пока что участники рынка придерживаются именно такой позиции. Действительно, скоро выйдут нонфармы, также вместе с нонфармами выйдут еще данные по рынку труда, а именно уровень безработицы, ожидается снижение этого показателя. Если же действительно текущее значение окажется на уровне прогноза, то, в принципе, можно ожидать даже в какой-то степени и укреплением доллара США, даже несмотря на то, что ожидается снижение по нонфарму. Поэтому такой сценарий личный я не исключаю, и если же действительно участники рынка были бы серьезно настроены на дальнейшее снижение американской валюты, то, в принципе, данный уровень сопротивления уже можно было бы ожидать уже далеко позади. Но пока что график цены держится ниже его, и поэтому сейчас рекомендую все-таки сосредоточиться на эти данные, поскольку не исключено, что трейдеры все-таки могут обратить внимание больше на уровень безработицы, нежели на нонфарму. Поэтому вот такая ситуация. Интересно посмотреть еще на золото, поскольку график цены дальше продолжает снижаться. График цен уверен, преодолел ключевой уровень поддержки. Поэтому тут уже все карты в руке к тому, чтобы данного банковского металла дальше снижаться. Также в нисходящем ключе держится еще и фунт-доллар. На фермерской сессии стало известно, что промышленное производство оказалось хуже предыдущего значения. Поэтому мы видим, что все-таки участники рынка хорошо отреагировали на эти негативные новости. Если график цены преодолеет минимумы этой торговой сессии и минимумы предыдущей торговой сессии, то в принципе появится неплохой торговый сигнал, дальше ориентироваться на дальнейшие продажи, даже несмотря на конец торговой недели. А также еще подчеркну, даже несмотря на то, что у нас сейчас пятница, и мы стоим уже на пороге американской торговой сессии, все-таки можно ожидать рост торговой активности, поскольку ожидаются новости с большой степенью важности. Поэтому рекомендую быть сегодня осторожным. Где-то ситуация может быть противоречивой. Все-таки евродоллар пока что высоко, не преодолевает уровень сопротивления. Плюс снижение по нонфарму и укрепление, вернее снижение безработицы по США, конечно же, это может вызвать такой некоторый диссонанс, но, тем не менее, все-таки участники рынка могут сделать из себя определенные приоритеты. Поэтому рекомендую пока что подождать. Поэтому такая ситуация ожидается. Я сейчас готов показать графики цены, посмотрим ближайшие уровни поддержки и спортирования. Да, конечно, давайте посмотрим тогда. Сегодня день будет очень интересным, коллеги, пожалуйста, собирайтесь. В 16.30 с огромным интересом все понаблюдаем за ходом событий. Сейчас посмотрим график цены евро-доллара, 4-часовой период. С точки зрения ОНЛ, график цены смервал здесь импульсную единицу. График цены стоит уже на пороге завершения коррекционной двойки. Видна консолидация в торговом диапазоне 1.06.15 и 1.05.18. Как я уже говорил, график цены сегодня протестировал уровень 1.06.15, но пока что нет пробоя этого ценового значения. На мой взгляд, это уже неплохой сигнал к тому, что участники рынка все-таки сделали определенную выжидательную позицию в пользу грядущих новостей. Поэтому рекомендую быть осторожным, поскольку все-таки будет рост торговой активности. Поэтому такая ситуация. Но если же все-таки данные будут негативными, то можно смело ожидать пробоя 1.06.15. В таком случае, на мой взгляд, будет хороший сигнал покупать с целью на закрепление графика цены в торговых рамках 1.06.77 и 1.05.15. Не исключаю, что график цены может даже еще дойти до сопротивления в районе 1.06.77. Поэтому такой рывок не исключаю, если же данные будут негативными. Но если же все-таки данные положительные будут и участники рынка больше сосредоточатся на снижении безработицы за февраль, то не исключаю отскок графика цены от уровня 1.06.15 в пользу доллара США. И если же действительно это произойдет, то в таком случае откроется цель в районе 1.05.18. То есть такой сценарий я также еще не исключаю. Интересно посмотреть еще на стерлинг. Действительно, новостной фон пока что не в пользу данной валютной пары. График цены находится в таком себе нисходящем ключе. Если же график цена уверенно преодолеет минимумы вчерашнего дня и дальше продолжит свое дальнейшее снижение, то в таком случае можно ожидать достижения района 1.2.105. Уровень важный. История торгов показывает, что неоднократно тестировался этот уровень. Особенно в октябре прошлого года. И также была небольшая поддержка в январе этого года. Поэтому, в принципе, если же будет уверенность закрепления ниже этих минимальных значений, можно ожидать уверенно тяготелья на 1.2.105. Поэтому такой сценарий я не исключаю. Также интересно посмотреть еще на золото. Золото уверенно преодолело район 1200 долларов за унцию. Уровень довольно-таки важный. График цены уверенно закрепился. Конечно же, можно ожидать какой-то определенный отскок. Даже попытку еще раз протестировать. Даже в виде сопротивления района 1200 долларов за унцию. Но, тем не менее, все-таки на дальнейший рост я бы не рассчитывал. Был бы осторожный. Если же действительно данные будут положительные, если будет укрепление доллара США, то можно ожидать еще один укрепление золота. Намного ниже. Если же график цены уверенно преодолеет минимум европейской торговой сессии, то будет еще один сигнал продавать данный банковский металл. Интересно с точки зрения ВОНЛ это посмотреть на канадский доллар в паре с долларом США. График цены смирнул красивый импульс. Фаза коррекции закончилась в виде трехволнового движения. Сейчас график цены стоит на пороге формирования нового импульса. Смирнулась импульсная единица, коррекционная двойка. Также мы видим, что растянулась третья импульсная волна. У меня были ожидания, что третья импульсная волна может закончиться ниже района 1.3448. Но тем не менее, все-таки график цены после некоторой консолидации продолжил свое восходящее движение. Уверен, преодолел такой уровень. Поэтому сейчас рассматриваю завершение тройки как раз в районе максимума 1.3533. Если же все-таки коррекционное движение продолжится, если оно хорошо обозначится, то в таком случае можно ожидать еще и формирование фазы коррекционного движения в пользу четвертой волны. Сейчас мы видим пока что формирование внутренней волновой структуры в пользу третьей импульсной волны. Поскольку смирнулась под волна 1, под волна 2, под волна 3, под волна 4. Пятерка есть. Есть намек на то, что это все-таки третья волна. И в принципе, если же будут дальнейшие снижения, то можно ожидать даже и пробоя района 1.3448. Поэтому такая ситуация. Также рекомендую еще обратить внимание и на уровень безработицы Канады. Также ожидается в 16.30 эта новость. Поэтому можно допустить рост торговой активности еще и на Канадский дом в паре с домом США. Интересно посмотреть на нефть. Нефть оттолкнулась от района 48.85. График цены пока что находится ниже, чем 49.78. Поэтому с технической точки зрения еще можно ожидать закрепления данного энергоносителя в нынешних торговых рамках. Если же все-таки будет пробой района 49.78, в таком случае можно даже ожидать откат от нынешних минимумов. То есть можно ожидать даже покупки в пользу, если же участники рынка будут отыгрывать предыдущие нисходящие движения. Это вот такая ситуация. Поняли вас, Богдан. Спасибо большое. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Ну что, давайте обсудим тогда конкретные практические действия сегодня в 16.30. Вы сами, вот лично чего ожидаете? Придерживаетесь глобальной версии о том, что покажут более слабые данные и доллар может несколько ослабеть? Или ожидаете, что, может быть, изучали специально этот вопрос, ожидаете, может быть, каких-то других результатов? Все-таки можно допустить, что будет снижение уровня безработицы. И лично я не исключаю, что все-таки доллар в США может еще снизиться. Но я пока что придерживаюсь ожидательной позиции. Слишком много таких вот неизвестностей. И поэтому лучше все-таки я пока что предпочитаю подождать. Но все-таки я надеюсь на снижение уровня безработицы. Все-таки предыдущие данные были очень положительные. И это может посутствовать. Я больше. Это нечего больше не на рынку труда. Но я также еще ориентируюсь на фунт-доллар, поскольку направление уже хорошо задано. Если же графика цены преодолеют, то в таком случае будут хорошие сигналы наши продаватели. Ясненько. Поняли вас, Богдан. Спасибо большое за ваш обзор ответственных вопросов. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. И вам хорошего дня. Побольше профитов и хорошего настроения. До свидания. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...